Здравствуйте, я Чернявский Евгений, серебряный импризер Международной Олимпиады по физике, ныне сотрудник Фистек-центра. И я хотел бы разобрать с вами задачу F2. Условия задачи следующие. Определить силу тока его направления через соединительный провод AB, а также напряжение на его на концах, если характеристики цепи, предложенные вам на рисунке, следующие. Источники все соединительные провода считать идеальными. Для начала, чтобы решить эту задачу, нам нужно найти сопротивление всей этой цепи. Для этого мы воспользуемся способом замены резисторов. В чем он заключается? Способ заключается в том, чтобы заменить два последовательно соединенных резистора резистором одним, сопротивление которого равно сумме их сопротивлений. Соответственно, при такой замене токи в нашей цепи не изменятся, а именно токи через источник. И, следовательно, общее сопротивление цепи также не изменится. Соответственно, параллельно соединенные резисторы мы будем также заменять одним резистором, сопротивление, которое равно произведению их сопротивления, делить на сумму. Итак, для того, чтобы явно показать, какие резисторы соединены последовательно и какие параллельно, воспользуемся методом перерисовки схемы. В чем он заключается? Мы находим точки, которые соединены одним проводником, который не проходит через резистор. Все точки этого проводника будут эквипотенциальны. Следовательные точки на краях также эквипотенциальны. Если мы найдем такие точки, мы можем через них провести проводники как нам удобно, как угодно. И тем самым показать явно, что некоторые резисторы соединены параллельно, а не какие-то последовательные. Итак, давайте приступим. Для начала уберем соединительный провод между верхней и нижней частью и перерисуем проводники следующим образом. Соединим проводники R1 и R3 одним проводником, R2 и R4 другим проводником и соединим эти две части схемы еще одним проводником. Как мы видим, все эти точки также остались расположенными на концах одного проводника, следовательно, некий эквипотенциальный и свойств нашей схемы мы не изменили. Итак, теперь мы явно видим, что резисторы R1 и R3 соединены параллельно. Следовательно, мы можем заменить его на один резистор, R1,3, сопротивление которого равно произведению сопротивлений R1 и R3 делить на сумму R1 плюс R3. Соответственно, сопротивление резистора R2 и R4 мы можем также заменить одним резистором, R2,4. И сейчас мы видим, что на нашем рисунке остались только два резистора R1,3 и R2,4, которые соединены последовательно. Следовательно, мы можем их заменить также одним резистором, и в нашей схеме останется всего один резистор, а силу только через него уже найти несложно. Итак, давайте поподробнее, как мы посчитали эти сопротивления. Резисторы R1 и R3 соединены параллельно, и также резисторы R2 и R4 также соединены параллельно. Следовательно, так как они соединены параллельно, мы можем их заменить на один резистор, R1,3, сопротивление которого будет равно R1 умножить на R3 делить на R1 плюс R3, так как они соединены параллельно. И резисторы R2 и R4 мы также можем заменить на один резистор R24, сопротивление которого считается по аналогичной формуле. Итак, заменив эти резисторы на один, мы видим, что у нас в схеме останется только два резистора R13 и R24, которые будут соединены последовательно. Следовательно, мы можем их также заменить на один резистор R1324, сопротивление которого будет суммой сопротивления каждого из резисторов. И равно 60 Ом. Следовательно, у нас имеется схема, в которой есть всего один резистор с сопротивлением 60 Ом. Так как напряжение на нем равно 300 В, сила тока через него будет равна 5 А. Обозначим эту силу тока И0. Эта сила тока будет равна силе тока, проходящей через резистор R1-3, а также через резистор R2-4. Запишем силу тока через резистор R1-3. Как я уже сказал, она равна силе тока И0. Напряжение на резисторе R1-3 будет равно силе тока через него умножить на его сопротивление. И1-3 умножить на R1-3. И, очевидно, оно равняется 60 В. Тогда мы, исходя из этого, можем посчитать силу тока через соответствие резистор R1 и R3. Так как напряжение на резисторе 1-3 равно напряжению на резисторе 1 и равно напряжению на резисторе 3, мы получаем, что сила тока через резистор 1 будет равняться O1-3 делить на R1. И эта сила тока будет равна 3 А. Аналогично можно посчитать силу тока через резистор E2, которая будет равна 2 А. Точнее, E3. И для E2 и E4 также можно посчитать. Для E2 сила тока будет равна 2 А. И для E4 сила тока будет равна 3 А. Соответственно, получив все эти значения силы тока, мы видим, что у нас через резистор R1 идет сила тока равная 3 А. Из этого следует, что по проводнику AB проходит сила тока равная 1 А, так как входящие токи равны выходящим. Отсюда получаем, что сила тока через резистор AB равняется 1 А, что я спрашиваю с нашей задачей. Всем спасибо за внимание. Мы также рады пригласить вас принять участие в заочной физико-математической олимпиаде МФТИ на платформе abitu.net. Продолжение следует...